И снова всем привет, с вами Алиторн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами почти исследовали, да в принципе, наверное, уже полностью исследовали Форт Мертвый Свет, по крайней мере, задание. Сейчас мы обязательно пробежимся по всей карте, заглянем в каждый уголок, потому что, как вы помните, вначале нам нельзя было заходить во многие места, и, возможно, вполне, что в этих местах что-то будет интересное. Вот, кстати, смотрите, я вот этого в прошлый раз не заметил. Этот дорогой, тонко выделенный клавесин создал настоящий мастер, но клавиши его изрядно истрепались. Установить бомбу на клавесин? Интересно. Осмотреть клавесин. Весь ряд деревянных клавиш связан с многочисленными струнами. Если нажать клавишу, по струнам бьют крохотные молоточки. Когда вы касаетесь одной из клавиш, клавесин издает печальный, звенящий звук. Наверное, бомбу на клавесин можно было ставить как альтернативу отвлечению. Рог мертвого света. Боевые уроки слоновые кости предназначены для того, чтобы просигнарить о нападении врагов союзниками. Союзникам. Ну, видимо, тоже один из вариантов, видите? То есть здесь была куча вариантов прохождения. Это очень интересно, когда есть варианты, когда есть разные пути. Так, двор, на кухню, в святилище мы там были, на кухне мы были, на командном посту мы были, в подземной дуке мы были, на западный вал, на балкон, кузня, подземелье. Вот в подземелье мы не все точно исследовали. Давайте туда сбегаем. Так, вот эту вот комнату мы так в ней и не были, но сейчас мы до нее дойдем. Смотрите, корабля, как видите, уже нет. Давайте сначала по верху пробежимся. Тут у нас еще лекарства. И в принципе эти припасы имеет смысл забирать, потому что у нас-то их стало чуть поменьше с того времени. Так, это в подземельные доки ведет. Странная у тебя команда. Говорят, на плавающем висельнике пополнение. Ну, эти ребята все нам теперь дружественные. Там справа. Кстати, мы тоже не все исследовали в карцере, как вы помните. Там сверху есть немножко. Что-то давно не видно команды угрюмого Дерега. Может, наткнулись на плавучего висельника? Что за плавучий висельник? Ну, ключ я не знаю, зачем я взял. Пускай будет охранная собака, надзирательность. Не имеет смысла сговорить. Не слишком ли здесь тихо? Так, все. Здесь получается все исследовано. Теперь пойдем... В какую комнату мы хотели сходить? Сюда и, по-моему, сюда. Сюда. Так бы, если бы мы мирным путем это все не сделали, нам пришлось бы, видимо, в каждую абсолютно комнату пробиваться... Пробиваться... Вручную. Кожа на успех хорошего качества. Белолист. Вика. Все, открыли. В этом мы уже везде были. Получается, все. Внутренняя часть у нас обследована полностью. Больше нам здесь нечего делать. Ну что ж, пойдем посмотрим наверху. Так, подземные доки. По-моему, там нечего делать. Вроде мы там все сделали. Ну давайте на всякий случай спустимся. Это, кстати, видите, спуск, получается, ведущий сразу напрямую сюда. Ремонтный припас. Так, триумп пустует. Ну понятно, почему триумп пустует. Ну да, здесь все обследовано. Здесь больше некуда идти. Ладно. У нас, кстати, корабль, по идее, еще даже не полностью восстановился. Потому что мы сейчас находимся в... Ну, в Никитаке. В Никитаке, по-моему, он сразу полностью восстанавливается. Во внутренней дороге. Мирки, вот почему она подсвечивается? Непонятно. Чума и холера. Что бы меня шмякнуло и размазало в боги? Да, насчет этого. Она несколько раз моргает, словно пытаясь поймать вас в фокус. Вряд ли тебе нужен на корабле еще один вояка. Ты хочешь покинуть это место? Ну, мертвый свет уже не тот, что прежде. На мой вкус, тут стало как-то жарковато. Она отпевает из кружки. Уж лучший корабль с друзьями, чем форд с... Она хмурится. Врагами. Да, врагами. Ну, не совсем врагами, но и не с друзьями. Она вдыхает... Вздыхает носом в кружку. Если только трезвый. Я бы с радостью пошла тебе навстречу, но нет. Мне и там хорошо, то есть и тут. Да, какая разница? Она икает. Что ты можешь мне предложить? Ты про серебро и тому подобное? Она влажно помаргивает. А, ты имеешь в виду, что я могу делать? Ну, я отлично машу кулаками. Да и мечом махать, слава богам, научили. По мне так не скажешь, что я на ногах держусь крепко. Меня бревном не перешибешь. Собирай пожитки и выбирай себе койку. Ты серьезно? Она моргает, а затем в меру сил выпрямляет спину и отдает вам честь. Есть, капитан. Увидимся на борту. Она подмигивает и выбегает из комнаты, придерживая шляпу. Выберите класс или мультикласс спутника. Монах. Пускай будет монах. Вот, то есть у нас с вами появился еще один спутник. Прям полноценный. Это интересно. Я думал, уже все. Уже всех собрали, кого могли. Оказывается, нет. Но это, если я правильно понимаю, не сюжетный персонаж, а именно спутник. Которого нет персонального квеста и все такое. Субтитры создавал DimaTorzok Элдис уже вернулась с последнего плавания. Да черт ее знает. Так, кто там у нас? Никому не нужная собака. Вот туда мы сейчас тоже сходим. Так, ну здесь во дворе понятно ничего. Нет. Так, получается, на командном столе здесь мы везде были. Здесь мы тоже были. Мы не были, получается, вот в этой части. Так, а Минао там что там? А, он, по-моему, его можно подрезать. Наверное, для того, чтобы отвлечь тогда было скидлин. Рискли плюнуть на меня и пожалеешь. Я обид не прощаю. Я тебя освобожу. Не прими за обиду, но если ребята бы на меня засекут, в этот раз лишат не только чести. Постарайся не попасться. Я сделаю все, что в моих силах. Она лукава улыбается. Надеюсь, она сейчас дела каких-то не натворит. Небезумный нет. Нужны орудия или глинки. Перчатки убийцы. Здесь процентов. Ботинки уклонения. Реакция плюс восемь. Вообще, ботинок у нас, по-моему, далеко не у всех они у нас есть, насколько я помню. Поэтому ботинки я куплю. Мычка у нас есть. Таксин бурим. Урон восемь. Электрический. Каждые шесть секунд. Я не буду делать как-то вот так. Я не буду делать как-то вот так. Потому что реакция плюс восемь. Потому что реакция плюс восемь. Это хорошо. Так. Это кража будет. Поэтому мы не будем так делать. На вывеске написано. Проход на стены воспрещен. Висельца покрывает помет чайка. Кодвин катала. Эй, салага. Не найдется ли лишняя монетка? Может присоединишься к нам? Или ты ищешь информацию? Тарат внимательно изучает вас, нахально усмехаясь. Затем он бросает пару костей на каменную поверхность. Сыграю разок. Прежде чем начнем играть, позволю разъяснить правила. Если делаешь ставку на высокое, то на костях должно выпасть число выше семи. Если ставишь на низкое, то нужно выбросить меньше семерки. В обоих случаях ты получаешь либо двойную ставку, либо ничего. Ты можешь сделать ставку на семерку. Если выпадет именно это число, ты получишь в 4 раза больше, чем была твоя ставка. Так, ну, давай на низкое. Давай на крупное. Давай еще раз. Похоже, тебе везет. Прошу прощения. Ну, про капитана Бен в этом мы даже теперь спрашивать не будем. Толку от этого уже нет. Вот, потому что мы его уже нашли. Понятно, что здесь была, наверное, куча вариантов, как это все провернуть. Кому не нужна собака? Хатя. Воздействие животного на отряд. Сила плюс один. Хатя, наверное, от Хатико. Не тоньковые веревки видны следы крови. Не помню, были ли мы на восточном валу. Ну, давайте туда заглянем. Нам-то теперь, по идее, везде можно. Ремонтные припасы, пепельная бомба, арома. О, смотрите, сундучок. Божественный ром. Бочонок божественного рома из личных запасов капитана Элдис. При изготовлении этого редкого темного рома используется черная патока и рога смертельного богоподобного, что придает ему особенную крепость. Такие дела. Так, ну, а дальше это мы сейчас выйдем, получается, туда, где мы уже были. Привет, капитан. Ну, привет. Да, мы вышли туда, где мы уже были. Так, осталось тогда... Что-то посмотреть чуть-чуть здесь в углу. Наверное. Тут планета. Выброшенное окошко, вот видите. Луды. Восприятие плюс один. Ну, вроде бы все, ребят. Все, что мы могли исследовать, мы исследовали. Так что... Возвращаемся. Так, в Падзимирии. Там можно было, оказывается, сразу туда как-то пройти. Так, подождите. А где у нас выход-то с локации? Что-то я... А, просто если нажать, наверное, на корабль... Ммм... Нет. Так, подождите. Что-то я сейчас не вспомню. Порт, наверное. Так, и что, мы остановились? Мы остановились, потому что мы не можем спуститься. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Данедж Ого! Ого! Вот этого что? А вот он аж Ну ладно Ну мы туда дойдем конечно просто наверное не сейчас Вариантская местность в таких мельницах в таких местах можно встретить торговцев Так Я тут просто увидел вот такую штуку вот такую вот такую Перед вами возвышается каменная гробница Ее стены украшены барельефами с изображениями Тангалоа и Гати Видимо здесь лежат останки одного из местных лошадей Плаш защиты Стойкость плюс 5, реакция плюс 5, воля плюс 5 Так Давайте-ка Плаш защиты Давайте снова наденем это на лото Вот так Вот так Пускай он у нас будет защищен по максимуму Вы видите на небольшом холме полуразрушенную башню из камня и дерева Ее стены покрыты каким-то масляным налетом А у подножия широким веером лежат кирпичи Похоже башню взорвали Находите странную подвеску от которой исходит мягкое свечение Вы берете подвеску и она оказывается неожиданно теплой Словно кто-то только что снял ее с груди Вы осмотрите каждый день башни Ничего полезного в ней не осталось Подвеску Так Давайте-ка Сейчас вспомним как сортировка происходит По времени Хм Я ее положил куда-то к себе что ли Странно Но правда она не написала что я получил какой-то предмет Поэтому возможно Ну это просто такой элемент отыгрыша Ребят если знаете напишите в комментариях Будет интересно узнать Порошок сияющей адры Давайте заберем я не знаю зачем правда он нам нужен Все-таки здесь с деньгами конечно проблем вообще нет Поэтому Можно разгуляться Можно разгуляться Что за стальной проповедник интересно Интересно Мы там были нет Интересно 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 Давайте заглянем Здесь Ага Стальной проповедник Понятно Уровень этой местности слишком высок Ладно давайте плыть на Донежь Мы все-таки сдали задание по форту Так смотрите Проклятая Волода Дельта реки Кора Разрушенная башня Очень интересное место Давайте найдем где мы сможем Кинуть якорь Так Раненая команда 0 А если раненая команда 0 А если раненая команда 0 Ваницы Мастер Канонир Вот он Канонир Так Вот так сделаем Вот кстати где можно пристать Отлично Здесь ничего нет Ну Ну можно так тоже пройти Это какой-то остров скорее всего сюжетный Точнее не сюжетный а по какому-то заданию Но это не помешает нам здесь поисследовать Потому что если он нам доступен Значит Значит это можно сделать Итак проклятое болото Вы пробираетесь через плотные заросли Вас окутывает жаркий и зловонный воздух Одежда липнет кожа Солба и подбородка капает пот Вы слышите движение впереди А вдобавок Еще что-то вроде разговора Подкрасться поближе и посмотреть Перед вами большая болотистая поляна Над водой стелется туман В воде совершенно неподвижно лежит большой скрытень Рядом тихо шекрится Менпугра и Дилимган Менпугра Искаженная форма адраганов Духов природы Охраняющих адровые столпы Менпугрой появляется В результате оскорения древних правил Друга и Дилимган затихают при вашем появлении Первая машет рукой второй Направляясь в вашу сторону Волна гнилосного запаха опережает ее Менпугра смотрит на вас черными глазами Тебя следует убить за вторжение Поглотить твою ауру И добавить ее к своей Но сейчас ты нас отвлекаешь от других дел Уходи пока еще можешь Жесткие губы кривятся Обнажая деревянные зубы Что тут происходит? Это тебя не касается Способность разогнать их магию А вот Юной столб Полот собирает ауру вокруг себя Перед тем как бросить заряд мистической энергии на поляну Вокруг вас падает мелкий мусор Но Менпугра и ее спутницы остаются Существа смотрят на вас и шипят в унисон Растительность вокруг начинает шевелиться и наступать Но это плохие ребята Поэтому мы их убьем Так 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 Давайте Огеном шариком Зафигачим Сначала Вот так Теперь Лидиным столбом Зафигачим Вот так Ну Пока все неплохо Полотный слезняк какой-то правда вот тут на два уровня выше нас Так Они вообще какие-то ребята суровые на самом деле Так ребята давайте-ка поиграем нормально Играем Поэтому Играем Извиняем Так Играем Паша Играем Пусть Открытия Нам сейчас просто желательно не умирать, поэтому сделаем вот так. Так, не-не-не, давайте не будем сейчас. Да все, убегай, убегай просто. Все, 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 уражение прошло, отлично, все, вроде даже все живы остались, хорошо, так, ну здесь ничего нового особо нет, здесь тоже, здесь нет, так, отсюда мы пришли. Значит сюда мы идем. Но нас подранили, подранили, не сильно, конечно. Вы получили важное сообщение от капитана Фуранта. Дорогой хранитель, мне снова нужно воспользоваться твоими уникальными талантами, наше последнее дело прошло идеально, и я буду рад возможности вновь поработать с тобой, если тебе интересно, отыщи меня на ДНЖ. Надежды на платформное сотрудничество, капитан Фуранта. Ну, в принципе, он просто повторил, видимо, то, что мы уже и так знали. Видите, перед собой руины башни, похоже, она обрушилась во время землетрясения. Башня, кажется, брошена, не видно даже круг. Цветок зимнего ветра, три штуки. Гранат, грамат. Хорошо. Дельта реки Коро. Здесь глубокая река, стекающая с главных гор острова, встречается с морем, образуя широкую дельту. На восток простираются поразительно спокойные лазурные воды. Над мелководьем парят чайки, ищущие, чем перекусить. На берегу лежит обветренная шлюпка, а в миле или около того от берега покачиваются на волнах Галеона. На песке виднеются свежие следы, уходящие вглубь острова, вдоль реки. Идите по следам. Вы идете по следам вглубь острова. В отличие от моря, вода реки Пенинса, стекая с холмов. Вдалеке виднеются развалины старинной башни. Перед вами простирается огромное озеро, из которого берет свое начало река. Его обрамляют практически голые камни. Сверху изливается каскад горного водопада. Возле берега собрались представители разонных рас, а с ними обр и бес. Все одеты как флебустиеры. Укрыться в зарослях. Вы пытаетесь спрятаться за волном, но попутно задеваясь в небольшой камушек, который скатывается вниз, привлекая внимание пиратов. Там кто-то прячется, вежит бес. Я первый увидел. Один из пиратов, броско одетый мужчина, шагает вперед, поигрывая рукой на рукояти меча. Короче, прятаться это... Ну, вот эти все моменты, когда нельзя выбрать спутника, это, получается, наверное, мои скиллы проверяются. Соответственно, наверное, короче, прятаться это плохая идея. Пират отвешивает низкий поклон, поправляя левой рукой подол превосходного валианского плаща. Но правая его ладонь все еще находится у рукой эти оружия. Он выпрямляется и встречается с вами взглядом. Серафин, ранее ты, мальчик мой. Давно не виделись. Погляжу, ты по-прежнему умеешь выбирать себе отличных друзей. Он подмигивает, кивая на угро. Серафин, до меня доходили слухи, что ты ушел с бездельника, но я решил, что это бред. Выходит, я ошибался. Улыбка его тускнеет. Странный выбор, учитывая, как обстоят дела у Ремаро. Бона Мико, я не из тех, кто хватается за оружие без нужды, но мне крайне любопытно, что веймя Вайля ты тут делаешь? Просто проходил мимо и подумал, что с тобой стоит познакомиться. Не сомневаюсь, мы тоже тут случайно. И все же следует задать вопрос и получить на него ответ. Зачем ты здесь? Симпатичный ящик, что в нем? Целая груда не твоих проклятых дел. Бес, присевший неподалеку, посмеивается. Тише, крыса. С радостью куплют этот сундук за разумную цену. Слушай, я тебе уверяю, в этом ящике ты найдешь того, что хочешь найти. На этом богомерзком мече лежит проклятие. Он навел полный бардак на моем корабле и погибли два моих плаща. Роните, качает головой. Я бы и злейшему врагу такого не пожелал, хотя злейшему возможно. Он посмеивается, потирая подбородок остяшками пальцев. Как и кое-кто из моих сиволапых товарищей, вечер может выдаться нескучным. Проклятие какое же. Уверяю, Мика, эти подробности не для обсуждения в приличном обществе, а они несколько дезгранта. Грязные. Просто выкладывай на чистоту. Роните, вздыхай, ты почувствуй, переноси все. Создатели этой проклятой штуковины назвали ее тошнотворным клинком. И не поспоришь, подходящее имечко. Тогда ты не будешь против, если я куплю его. Предлагаю 450 облей и смешанной валюте. Огр посвистывает, роняйте хмуро косится на него, а затем задумчиво почесывает подбородок. 450 облей. Солидная куча золота. Ну, или того, чем ты там расплатываешься. Ох уж эти пираты и смешанная валюта, не? Он кивает и забирает увесистый куш. Вот. Это от сундука. Он вручает вам небольшой лотунный ключ. Так, ну что, почитаем? Славная пьянка. Это неприглядное оружие, слишком часто меняло владельца, чтобы можно было точно определить историю его происхождения. Самая расхожая легенда гласит, что когда-то этот кинжал смастерил дирвудский пастух из-за всех датай местной таверны. Но рассказывает эту байку обычно заплетающимся языком после невест какого по счету стакана. С уверенностью про кинжал можно сказать только, что он сделан из помятых и перекрученных остатков дешевой латунной пивной кружки. И что и на жертве на своего владельца он производит ужасный эффект. Похоже, что тошнотворный клинок являет на свет самое отвратительное качество злобного пьяницы. И злобный пьяниц единственный, кому он попадал в руки. Правда, как правило, ненадолго. Само собой, владельцы, испугающие регулярностью, проигрывали кинжал или просто теряли. Но чаще всего лишались его в пьяной ссоре или начавшейся из ничего барной драки. Эпическое похмелье. Если это испортит твою одежду, что ж, я тебя честно предупредил. Интересно. Я не знаю, правда, зачем он мне нужен. Ну, если бы мы знали, зачем нам нужен каждый лут, который мы подбираем. Или если бы мы пытались это выяснить, то на это бы ушло еще больше времени. Так. И тем не менее, это у нас только начало, ребята. Начало исследования этого устрова. Лес. Лживый рот. Так. Давайте сначала сюда заглянем. Галета. Так. А что у нас там с водой? Почему у нас ее нет? Давайте добавим... Я тут помню. Вот. Вот так. Вот так. Вы чувствуете их запах еще до того, как видите. Повсюду валяются села лагуфетов. Одни опалены до неузнаваемости, а другие извечены так, что и не поймешь, где кончается плоть и начинается земля. Смотреть окрестности. Боковым зрением вы замечаете какое-то движение. Крупный отряд лагуфетов подстерегает вас в джунглях. Они определенно жаждут отомстить за павших друзей. Лагуфет издает воинственный прик и бросается на вас. Такая-то тут причем. Сейчас узнаем, что они хотят. Или они просто нападут. По-понятным. По-понятным. Ладно. Так, как там было? Шифтом. А-а-а-а-а! эти ребята очень низковые а где тела легофетов которые мы нашли вот вам небольшая неувязочка описание то есть тела а самих тел не видно мы получили важное сообщение от капитана элтис итак у тебя возникло небольшое недопонимание с беном и ты решил притащить его ко мне на порог мог бы вытереть ноги прежде чем вламываться в дверь впрочем не будем отходить от темы я знаю что ты сделал и знаю кто ты такой и в отличие от моего неудачливого пустоголового помощника я могу распознать угрозу когда она колотит меня по башке итак я капитан элтис предводительница принципи новой волны капитан второй по величине пиратской флотилии на всем мать его архипелаге приглашаю тебя ужасающим обущественного непонятного хранителя встретиться со мной на условиях строгого перемирия в форте мертвый свет надеюсь мы мило поболтаем у камелька я хочу предложить тебе удивительно выгодный кровавый союз я чешу тебе спинку ты выпускаешь кишки моим врагам а потом мы хохочем над их смертью за бутылкой отличного рома да когда приедешь привези мне орешков в карамели твоя новая и лучшая подруга элвис ps это не ловушка те плодотворный союз подождите пищи по символы смерти ну ладно форт мертвый свет мы потом вернемся надо бы не забыть только этом руины не сестра мира у входа вы видите трупы нескольких лагуфетов они лежат бесформенными словно обрешенными костей кучками крови выросившая почву все еще красная должно быть они погибли совсем недавно войти в развали смотрите это какое-то новое место эти побеги авангард посланы джунглями в атаку на храм смартфоны и мартфоны джунглями мартфоны джунглями а мартфоны Так, ладно, бесы, хорошо Факел, береза, овощи, эль Провидеть пустоты Упакованный железом, конструкт Давайте походим тут попробуем, что это за мило Я, я фуин какой-то Так, ладно, давайте-ка сейчас вернемся ко фрону Сохранимся Ты хочешь отобрать мою книгу бурю, я это знаю Волосы женщины растрепаны, одежда превратилась в лохмоть, а лицо осунулось от измождения Ты ее не получишь, она моя, моя Она сверлит вас недоверчивым взглядом, скажу сейчас зубами Книга бурь выдумков, которые верят только дураки Аркимир тоже не поверил, сказал, что я рехнулась Но у меня есть доказательства, я ему еще покажу Я не позволю ее украсть, она моя, это я нашла ее Она поворачивается к своим подчиненным и указывает на вас Убить посторонних Ясно Так, ребятки, тут придется знатно повоевать, судя по всему Антон Чё-то всё как-то не очень хорошо. Но большинство мы убили. Ну как большинство, не так-то уж и большинство на самом деле, но зато у нас вернулись пара ребят. Играет музыка. М-да, у кого на железном конструкции не горят, как бы это странно ни было. По идее у него, вот у неё есть гримар для ужина. Книга Буря. Интересно. Так, давайте Книгу Бурь сюда. Угримар придётся спрятать. Так. Превосходный большой щит. А у нас какой? Чуть-то. Большой щит отличного качества. Так, давайте сравним. Отклонение щитом. Вот, этот лучше получается. Противника персонажа плане, что он плюс 6. Отлично. Так. Стекающая вниз вода пахнет холодным камнем и мхом. Зоди что-то обнаруживают. Вот это вот маленькая штука. Гармония. И что это было? А, вы получили предмет гармонию. Решительность плюс 1 даёт приверженность. Даёт дополнительную решительность, если вы находитесь рядом с союзником, с которым сформирована связь. Сдаёт любовная связь. Вы с выбранным союзником формируете связь, которая отдаёт неосприимческого с действием на интеллект до конца боя. Ну, то есть, обручальное кольцо? Прикольно. Ну, как бы это не очевидно не было. Крыло Миры. Отдаёт Шквал Хайли. Мощной порой ветром. Отдаёт губительный ветер. Зимний ветер. Урон плюс 45. Жезлы. И... Акулы. Так. А с жезлами у нас, по-моему... А лодцы с кипитром ходят. Это жезл. Это жезл. Пускай будет жезл. Посмотрим. Это типа как бы магическое оружие или как бы нет? Не совсем понятно. Так. И вот, смотрите, у нас тут ещё одна комнатка. Жезл отличного качества. А вот Зоти у нас, по-моему... А, с сирком же у нас. Ну да. Так. Ситилище Хайли. И всё получается. Здесь больше делать нечего. Вот. Но мы обнаружили книгу Бурь. Это довольно, получается, интересный гримуар. Давайте посмотрим на него поближе. Судя по всему, это всё связано со стихиями. Вот. Морозный взрыв. Поток пламени. Боевая мощь. Убительный ветер. Так. И это, получается, последнее на острове, что мы нашли. Больше ничего нет. Вот. Аркемир. Это маг. Ну, по-моему... Ага. Название острова. Вот мы так его и назовём. Нинсеста Амири. Вполне название такое для острова подходящее. Так. Давайте не будем сильно нестись, потому что мы с пиратами ещё встретиться можем. А, нас, кстати, вызвали же снова в Форт Мёртвый Свет. Поэтому давайте, наверное, пока мы далеко от него не отошли, мы сплаваем к нему. Вот. Единственное, что разговаривать, наверное, мы уже будем в следующей серии, потому что время данной части у нас к концу подошло. Вот. Пообщаемся. В следующей серии. Интересно. Что она нам предложит? Наверное, она предложит Фуранта уничтожить. Вот. Я так думаю. Ну, или там, кто у них главный в Принчипе. Она, видимо, власть захочет захватить. Она же говорит, что она командир второй армии, да? По численности. Точнее, флотилий. Ну, на сегодня это всё. С вами был Алиторн. Спасибо за просмотр, ребят. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки под видео. До следующей встречи.